здравствуйте я приветствую вас на своем канале здоровье и красота от морковки сегодня с вами я хотел поговорить о такой проблеме как стиральный порошок дело то что многие не сознают ту угрозу которую она может нести а именно обычные стиральные порошки они до конца не выстирывается даже в стиральной машинке поэтому остаются и на белье на одежде и когда происходит контакт при ношении этой одежде на себе особенно белья то части порошка которые не вымылись те которые вещества остались они достаточно легко могут проникнуть через кожу в кровь и тем самым отравляя нашу жизнь наше здоровье нарушая кровообращение порти нашу кожу нашу красоту в целом я говорю об этом потому что многие об этом просто не задумываются купили какой-то обычный порошок постирали и все и на этом конечно их тестируют тестируют эти порошки на животных опять же бедные животные страдают то что на них тестируют и проводят опыты как этот порошок на не будет воздействовать и так далее так далее это тоже проблема следующая проблема которая идет знаете когда вы постираете белье вы чувствуете от стирального порошка ополаскивателя очень идет исходящий сильный запах который вдыхать нельзя он просто отравляет наше здоровье вызывает аллергию поэтому многие будут удивляться ой почему мне аллергия надо идти тогда магазин вернее в аптеку и покупать там таблетки или средства которые будут противодействовать аллергии а причиной всего это может быть вот этот стиральный порошок который вы пользуетесь также проблема возникает такой порошок попадает куда в природу конечно он проходит через очистные да то есть его как бы воду очищает от всяких вот этих загрязнений но все равно я думаю что это недостаточно и все же на это надо большие средства и как я слышал что просто есть многие компании вернее или компания которая занимается очистками воды просто напрямую спускает эту грязную воду в реку или какой-то либо водоем от которой начинает дохнуть рыба появляется какие-то непонятные растения пузыри и так далее об этом конечно вообще-то очень много говорят есть целые видеофильмы об этом дело в том что задумываясь ли мы об этом и думаю что вот сегодня сейчас мне а что будет завтра все равно и это проблема проблема который касается может не сейчас нас но коснется нас позже хотя уже я думаю коснулась сколько у нас аптек сколько больниц сколько заболевших людей нашем мире и все благодаря нефтехимии скажем так но под конец разговора хотелось еще кое-что сказать что в принципе не должно быть в стиральном порошке а на нем не должно быть быть фосфатов целлитов геномодифицированных веществ оптических отбеливателей красителей агрессивных пав искусственных ароматизаторов и еще некоторых веществ эти вещества не должны присутствовать но такие вещества как обычно пищевая сода или сода для стирки лимонная кислота алоэ вера они могут и должны присутствовать в этих стиральных порошках потому что все должно выстирываться все должно выстирываться очень тщательно и какие вещества не должны остаться кроме самой одежды есть агрессивные вещества которые применяются для мытья посуды в которых тоже могут содержаться вредные вещества и которые не только конечно растворяет жир но и растворяет нашу жизнь такие вещества как продукты нефтехимии хлор фосфаты с л с и другие вещества не должны находиться в моющих гелях для посуды потому что сами понимаете тоже если помыли скажем так неправильным гелем или веществом посуду то она также может остаться на посуде даже кажется что она уже блестит и все но покрывается тоненькой тоненькой пленкой и потом куда мы наливаем что-то горячее или тепло но без разницы пьем воду то мы это что делаем мы это заглатываем по чуть-чуть по чуть-чуть там чуть-чуть здесь чуть-чуть и отсюда нас появляется огромное количество разнообразных видов болезни поэтому на моющие вещества для посуды стоит обратить на это внимание на этом все и жду ваши комментарии что вы думаете об этом ваше пожелание пожелаю вам успеха чистый реально чистый без химии одежды белья вам и чистой посуды всего доброго пока а а